И сейчас я приготовлю, заварю с сахаром, чтобы вы могли попробовать разницу, потому что с сахаром у нее вкус совсем другой. Оно намного мягче, намного уже совсем другой. Поготовы? Я готова себя жертвовать. Это локал с сахаром, да? Нет, это еще горько. Это еще мы не закручиваем. Что ты хочешь? Я смогу с сахаром сушить, да, наверное? Ну, вы знаете, не совсем. Если как только мат, то знаете, как дети, я думаю, то же самое с чай. Знаете, я вообще, он думал, что на самом деле не надо. Даша сейчас уже слабая. Переворачивайте, когда начинает лекарство. А если ты ему, а он говорит, поеду, а не поеду. Мам, я поеду. Подадим папку, у него надо. А если еще сахар, то есть сахар, то есть сахар тоже показывает, что уже вкус теряется. Потому что, видите, крупные части палочки начинают плавать. Это называется, что уже промылось. И здесь это называют лодки. Когда уже лодки начинают плавать, то тогда уже промылось и уже нужно менять скоро. А мешать не надо мешать? Нет. Покажу еще один способ. Я сначала показывала, готовить маты. Оставляешь трубочку внутри, и засыпаешь, и потом просто заливаешь. А сейчас я покажу другой способ. Это другие люди. Всегда засыпаются две трети части каждой матешницы. Почему две трети, а не половина, и не две ложки, три ложки? Потому что размер матешницы меняется. Если размер побольше, то две трети. Если размер поменьше, то все равно две трети. Почему? Потому что, когда я заливаю горячей водой, трава набухает, чай набухает, и она будет полненькая. Если я засыпаю, например, половину, то я буду заливать слишком много воды, и трава промоется очень быстро. Вкус потеряется очень быстро. Если будет слишком много, то каждый человек будет делать два глотка, и это будет неинтересно. Не правда ли? Поэтому стандартная примерно доза – это две трети. Потом, когда уже засыпается, я трясу. Посмотрите, зачем трясу? Для того, чтобы пыль, которая в самой заварке, осталась наверху, и чтобы потом трубочка не забивалась. И можно так эту процедуру сделать два раза. А сахар туда? Подождите. Сахар подобирай. Нет, пыль это, чтобы... Потом я делаю место для трубочки. Ставлю трубочку. И закрываю. И всегда лучше, чтобы было побольше с этой стороны. Конечно, чтобы она... А теперь сахар. Под углом. Сахар всегда, и даже воду, когда будете наливать, рекомендуется на трубочку. Таким образом, вы... Сама трава, сам заварка будет дольше иметь вкус. Мы заливаем снова. Как я рассказывала, первые маты... Это не сахар. Хочется сахар? Это сахар сейчас мы готовим. Первые маты всегда выпивают человек, который наливает. В этом случае и я. Почему? На это есть разные причины. Это говорят... Это называют маты дурака. Потому что это самая горькая и самая невкусная маты. Многие люди, например, в некоторых странах, они пьют... Заливают теплой водой, они его выпивают и потом выплевывают. Это как бы каждому по-своему. А мне, например, нравится в первой маты, потому что я его уже заливаю горькой водой. Я смотрю, подожду. Не знаю. Вы скажите, что это все много. Вот это пить маты? Да. Тушка пира? В трубке. Покус. Вы сразу много наливаете. Ты его сразу наливаете и сразу пьете, да? Да. Я оставила там, ну, полминуты-минуту, как много, чтобы оно чуть-чуть уже разбухло и все. В ресторане, если вы хотите попробовать, он вам будет бандовать пакет. Не настоящий чай. А просто, как любой чай заваривает в пакетиках. И каждый раз сахар добавлять, да? Нет, ну не каждый, например, смотря на сколько сладкие вы хотите. Потому что первые, так как они слишком крепкие. Это значит, это значит дружба. Да, это дружба. Плюс, смотрите, когда показывают, что у маты, у него есть небольшая пенка в воде, то это считается, что маты приготовлены правильно. Что делать? Если пенка есть вокруг места, где вы наливаете воду, считается, что вот эта пенка, она считается, что маты приготовлены правильно. Что температура нормальная, что и само уже заварилось хорошо. Имейте в виду, что если пьем горькое маты, то оно можно пить намного больше количества, получается, чем маты с сахаром. Потому что сахар таким образом промывается быстрее. Кто хочет... Будет крепкое, но сладкое. А потом попробуй сейчас, попробуй через несколько маты спустя. Устаю я на ногах или нет? Потому что он самое крепкое выпил уже, да? А сахар? Он самое крепкое выпил. Просто сахар уже начинает проваливаться. Сахар не всегда досыпает. Да, если я буду сыпать каждый раз, то потом по четвертой, пятой маты будет оно уже противное. Разница чувствуется? Да. Например, мои подружки, они... Разница чувствуется. То, что было раньше, слабо. Они, наверное, из-за того, чтобы добавлять сахар сюда, засыпали сахар в пол. Вот здесь такой густой такой... После шестого мата это было невозможно. Это было... Это надо попробовать. Дайте ей попробовать, чтобы она сравнила, что такое крепкое и не крепкое. Сейчас, Сань, попробуй крепкое. Потому что вы пили уже слабое. А каждый раз добавлять воду надо, да? Да, потому что, когда заканчивается вода, вы сделали... Например, каждый человек, которому подаешь, он пьет полностью 5 или 6 глотков, которые есть. И потом возвращает. Тягучее. А, самое главное. Ну, что это такое? Пока не потеряет вкус и пока последний человек не скажет спасибо. Поэтому это может быть, например, на каждого человека. Ну, вот, например, мы с мужем выпиваем один термос по литру. Получается, пол-литра каждый. Мы это даже не замечаем. Это за какой период вы это пьете? Ну, примерно час. Завтрак? Они же как собираются? Или мы, например, с мужем, так как мы встаем в разное расписание, мы, когда после работы встречаемся, тогда мы пьем маты. А по утрам каждый завтракает где может. А муж организовет? Скажем, это причина, чтобы разговаривать. Потому что, когда вы приглашаете к работе, чтобы пить маты, это значит, давайте поговорим. Не только пить маты. Да, потому что это идет маты, пока один пьет, другие разговаривают. Отлично. Отлично. Вот теперь можно добавить и к сахару. Да. А вы пробовали это, да? Я пробовала дон, мне нравится. Я вообще обожаю зеленый чай. У нас только маты надо. Примерно каждые два-три маты. Я обожаю. Как вот, Лиля, греть пол-литру? Это пол-литру мы, мы так же садимся пьем. Только я не знала, что одну так пускают по кругу. Это значит, что когда всплывают палочки, это оказывает лучшее время, чтобы менять траву. Значит, с обылить надо залить две трети маты и залить 50 градусов водой. Это намного. Нет, не 50. 70. Между 60 и 80, смотря на вкус. А как определить градус? Ну, например, как я меряю, да? Я когда заливаю в термос, я закрываю рукой, я чувствую сначала, что идет тепло-тепло, а потом чуть-чуть, прям не то, что обжигает, а вот просто чуть-чуть чувствуется как бы... Ну, вот сначала я поставила руку, да? И спустя 5 секунд оно чуть-чуть чувствуется горячо. Вот тогда нормально. А если ставишь руку и оно сразу обжигает, то это будет пить невозможно. А можно, что нет? Правильно, наша трубочка еще горит. У меня есть специальный чайник, который имеет знак специальной водой для маты. Да, у нее... Я его пил раньше, но, честно говоря, это немножко другой вкус. Раньше я пил, мне казалось, что все-таки другой. Вкуснее, да? Но у них... Ну, не такой. Это потому что сахаром. Может быть. Она по-другому приготовлена. Например, аргентинская жерба маты, ее сначала, когда сушат, потом она еще... Мне очень нравится, мне в любом случае. Вы держу, примерно, еще ее держат, потом 6 месяцев, от 6 месяцев до года. И получается, она чуть-чуть слабее. А бразильцы, например, они только собирают порожай и свежее уже... И вот вы их залили, и сразу можно пить, да? Да, конечно. Не надо ждать. Трубочку, пожалуйста, не двигайте, просто... Просто так, да. Я можно пить. А сколько раз надо пить? Пока не допьете всю воду или за сколько захотите. В вашем случае, потому что вы просто пробуете, поэтому... А если оно остыло, например? Если, например, в чайнике остыло, пошли, подогрели воды и дальше пить. Холодное есть стиль холодного маты, это называется терере, это пьют в Парагвае. Ага, да нет. Елена? Холен? Это не зло.